Всем привет! Меня зовут Алина и я очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал. В этом видео будем создавать бюджетные и очень красивые елочки к Новому году. В этом видео у меня будет два варианта создания елочек. Вы их можете видеть у меня на заднем фоне. Первая елочка будет эта переделка из FixPrice. Будем использовать товары из этого магазина. А вторая елочка будет делаться очень просто и быстро. Я думаю, она вам тоже понравится. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а также нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых и интересных видео. И давайте расскажу про первую елочку. Она вот такая потрясающая, гламурная, белая. Использовала я тут кристаллики из FixPrice, а также бусины. И вот такой подсвечник я его приспособила в форме ножки. Мне она очень понравилась. Я ее украсила блестками. Так сказать, гламурная, переливающаяся и очень красивая. И в этом году я решила украсить свой дом в скандинавском стиле, но только в белых и серых оттенках. Напишите в комментариях, если вы тоже любите скандинавский стиль и вообще все, что с ним связано. Вторая елочка у меня получилась вот такая. Она как будто в снегу с блестками, а также украшена жемчужными бусинами с гирляндой. Ну что ж, давайте наконец-то смотреть. Мне уже не терпится поделиться с вами своими интересными идеями. Для первой гламурной елочки нам понадобится обычный ватман. Мы будем делать из него конус. Ручкой я провожу нужную линию и далее вырезаю шаблон. Формат у меня А3, можно взять как больше, так и меньше. Далее наношу клей на бумагу и склеиваю конус. Должно получиться вот так, это очень просто и быстро. Неровные края снизу я подрезаю. Получился такой конус, в высоту он составляет 24 сантиметра. Ширина основания 9,5. Из потолочной плитки я вырезала тот же круг диаметром 9,5 сантиметров. Можно вырезать из картона и покрыть его белой краской, или же из бумаги. Мне было удобнее из потолочной плитки. Закрываю нижнюю часть конуса этим кругом. Приклеивала также на потолочный клей. И так как у меня остались торчащие бока, я их срезала. Вот так быстро за 5 минут можно сделать основание для елки. Далее будем делать ствол для елки. И я взяла подсвечник из фикс прайс. Он стеклянный и очень стильно смотрится в интерьере. Стоимость у него была 55 рублей. Приклеивать его буду к нижней части конуса, используя все тот же потолочный клей. Нужно прицелиться и примерно в центре поместить подсвечник. И таким образом выглядит вся конструкция. Далее понадобится фетр. Я взяла два листа. Он мягкий, не жесткий. Формат А4. Нарезаю каждый лист на полоски шириной примерно 2,5 см. И столько много полосок получается с одного листа примерно 11 штук. И как я уже сказала ранее, размер полоски 2,5 на 20 см. Складываю полоску в несколько раз, как показано на видео, и вырезаю так называемые лепестки. Можете вырезать по одному, но я думаю, это займет очень много времени. Лучше воспользоваться таким способом. Это очень хорошо ускоряет весь процесс создания. Если какие-то лепестки не прорезались, то тут ничего страшного, можно их разделить. Все лепестки у меня были одного размера, я не делала больше или меньше. Но если вы так хотите, то с верхней части вы можете вырезать чуть меньше. С одной такой полоски получается 6 лепестков. Понадобится их очень много, и это лепестки со всех двух листов. И мне их как раз схватило. Пока я вырезала лепестки, конус с подсвечником хорошо склеились и прочно держится. Далее буду приклеивать на горячий клей каждый лепесток по отдельности. Снизу я немного спускаю фетр, так мне кажется елочка будет смотреться еще красивее. Постепенно приклеиваю все лепестки. Начала приклеивать с нижней части, и каждый ряд нужно будет фиксировать в шахматном порядке. Когда готовилась к созданию этого видео, то пересмотрела много разных картинок с такими елочками, и все-таки остановила взгляд на такой белой, красивой и очень уютной елке. Остались последние ряды, и я все переживала, хватит мне лепестков или нет, но все получилось. У меня даже осталась пара лепестков, которыми я закрыла просветы. Вот такая елочка получилась. Для любителей манимализма это самое то, можно оставить уже и так. Но я буду декорировать и буду использовать вот такие камушки, которые купила фикс прайс. Мне они понравились, некоторые камушки напоминают льдинки, и думаю, они как раз подойдут для зимнего декора. На верхнюю часть я приклеиваю жемчужную бусину. И на саму елку я приклеила те самые льдинки, мне уж они очень понравились. Кстати, в фикс прайсе там есть разные расцветки, а в некоторых упаковках были даже и звезды. Я думаю, они отлично подойдут на верхнюю часть елки. И окончательный этап создания елки я покрываю ее лаком для волос и затем уже посыпаю серебристыми блестками. Елочку я, конечно, очень обильно покрыла блестками, чтобы она красиво сверкала. Ну что, как вам такая елочка? Смотрится она очень стильно, красиво, а главное, она замечательно блестит. Обязательно попробуйте сделать такую елочку, ведь она получается достаточно бюджетной и не занимает много вашего времени. Предлагаю сделать вторую елку. Она получается светящаяся, как будто стыд в сугробе со снегом. Она тоже будет украшена жемчужными бусинами и блестками. Для создания елки понадобится шаблон, а я его распечатала на формате А4. Далее нужно вырезать. И для этой елки вы можете взять любой шаблон, который найдете в интернете. Я думаю, тут будет смотреться абсолютно любая елка с таким декором красиво. Вырезанный шаблон я прикладываю на потолочную плитку и фиксирую на скотч, чтобы мне было удобнее в дальнейшем вырезать. Вырезаю точно так же с помощью канцелярского ножа. Кто-то писал в комментариях, что будет удобно вырезать с помощью скальпеля. Да, это удобно, но у меня его нет. Если у вас есть, то попробуйте. Постепенно вырезаю всю елочку, это делается очень быстро. И вот такой простой декор уже получается. Но края у елки неровные, и их нужно зашкурить. Это делается тоже очень быстро. Использую я наждачку, и она отлично корректирует форму елки. Далее в фикс-прайсе я приобрела гирлянду с жемчужными бусинами. Она отличная и очень хорошо светит. Также елку я буду декорировать жемчужными полубусинами. Приклеиваю их на тот же потолочный клей. Количество бусин на самой гирлянде мне показалось мало, и дома у меня как раз нашлись вот такие потрясающе маленькие полубусины. Далее, когда елка готова, нам понадобится основание. Вырезаю я его тоже из потолочной плитки. Понадобится размер примерно 12 на 17 сантиметров. Если вы хотите сделать намного больше сугроб и снега, то тогда основание должно быть больше. Далее, чтобы не оставлять основание с такими краями, я решила придать неровную форму, но это делать и не обязательно. В центре я проделываю отверстие, чтобы туда можно было вставить елочку. Елочка стоит ровно и хорошо зафиксирована. Если вас устраивает такой вариант, то можете оставить и так. Далее, чтобы сделать снег, я буду использовать монтажную пену. И все основание я покрываю пеной. Будьте очень осторожны, так как она липкая. Можете подложить что-то под низ. И не старайтесь вылезать сильно за края, так как монтажная пена увеличивается в несколько раз. Такую идею я посмотрела у нас в магазине Leroy Merlin. Была сделана большая елка и внизу было задекорировано все монтажной пеной. Мне эта идея понравилась и я решила повторить, только уже в маленьком варианте. И пену я оставила высыхать так с елкой на ночь. И посмотрите, какая заснеженная елка в сугробе у меня получилась. Мне уже очень нравится. Кстати, сушила елку я на подставке, чтобы не заляпать весь стол. Так как пена потом сложно оттирается. И пену я подкрасила белой акриловой краской, так как она немного желтоватого оттенка. Далее на белую акриловую краску я немного поспала блестками. И вот такой сверкающий снег получился, мне очень нравится. Сама елочка в готовом варианте выглядит таким образом. Можно ее оставить и так, а можно украсить гирляндой. И так как у меня была гирлянда с ремчужинками, мне она отлично сюда подошла. Гирлянду наматываю по веточкам самой елки. Блок с батарейками можно спрятать за елкой. И как раз его не будет видно. Ну что ж, давайте наконец-то включим нашу елочку и посмотрим, какая красота у нас получилась. И вот такие новогодние елочки получились. Я надеюсь, они вам понравились и вы тоже сможете их повторить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, а также не забывайте писать свой комментарий под видео. До новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok